Заградительные меры против коронавируса Граница на замке, карантин в школах и режим повышенной готовности 13,2 Именно столько квадратов жилой площади могут позволить купить махачкалинцы на средства материнского капитала Немного, но в Москве еще меньше Их профессия – помогать людям На неделе в международном календаре красной цифрой был отмечен День социальной работы О благородном труде в нашем выпуске Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННТ и я, Мурат Ахмедов Владимир Васильев своим указом ввел режим повышенной готовности в Дагестане Он действует на территории республики с 19 марта При этом вводится запрет на проведение каких-либо массовых спортивных и культурных мероприятий В тексте указа говорится, что гражданам нужно максимально избегать поездок в те страны и регионы, где ситуация с коронавирусом нестабильна Школы, учебные классы и аудитории также рекомендованы ежедневно дезинфицировать Министерству здравоохранения поручено обеспечить поддержание необходимого запаса противовирусных препаратов В том числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции С полным содержанием документа можно ознакомиться на официальном сайте главы Дагестана Кроме того, были предприняты заградительные меры предосторожности Из-за вирусной угрозы Россия закрыла границу с Азербайджаном Правительство приняло решение с полуночи 18 марта ограничить все виды транспортных сообщений с южным соседом Пересекать российскую границу смогут граждане Азербайджанской республики, которые имеют вид на жительство в России Дипломаты, экипажи транспорта международных линий и пассажиры транзитных рейсов Такое ограничение напрямую коснулось Дагестана Ведь в республике на российско-азербайджанской границе действуют три пограничных пункта пропуска Владимир Васильев провел заседание по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Дагестане Он сообщил, что в республике проводятся все необходимые мероприятия Осуществляются санитарно-карантинный контроль в воздушном, морском и автомобильных пунктах пропуска через госграницу Курирующий данный вопрос, первый зампред правительства Дагестана Анатолий Карибов Рассказал об уже принятых мерах по недопущению распространения инфекции В частности, поделился он закрытый на карантин соцучреждения для старшего поколения, так как эта категория населения наиболее уязвима Продлены каникулы для школьников, вузы переходят на дистанционное обучение Помимо прочего, из резервного фонда республики будут выделены средства на доукомплектование профильных медицинских организаций Что касается медицинских масок, прочих необходимых медикаментов и оборудования, все это будет заказано в централизованном режиме По обеспеченности масками в наших медицинских учреждениях они обеспечены на вот этот период Медицинские учреждения обеспечены на 14 дней, на 2 недели и необходимы лекарствами И маски приобретены, министр докладывал, и на этой неделе 3500, дополнительно 1500 мы запросили Мы сегодня прозвонили по аптекам, побывали в них, к сожалению, в аптеках их очень мало И с сегодняшнего вечера мы ежедневно будем работать с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации И маски будем заказывать, маски, дезрастворы, перчатки, необходимое оборудование, тепловизоры в централизованном режиме Вся потребность будет удовлетворяться, в том числе и маскам, и костюмам И что выключена наша промышленность, до сих пор договоренности с Китайской Народной Республикой Такого на автеках учебном порядке оказывают помощь, и помощь оказывается Так что в достаточном количестве сегодня, как я понял по докладу, сейчас мы послужили еще министра Сегодня мы имеем то, что нам необходимо По тем задачам, которые сегодня поставлены Отметим, в настоящий момент в регионе не выявлено ни одного случая заражения новой инфекцией Муфтият Дагестана обратился ко всем дагестанцам с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации При Муфтияте будет запущена горячая линия, по которой на вопросы жителей республики будут отвечать компетентные богословы и врачи Призываем всех дагестанцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации Молитва – основа жизни мусульман, а тем, кто распространяет ложную, непроверенную информацию, сеющую панику и страх в сердцах людей Напоминаем о греховности таких поступков, сказано в официальном обращении Муфтият Всем имамам мечети рекомендовано проводить санитарную обработку до и после пятничного богослужения В этой связи, в частности, рекомендуется приобретать кварцевые лампы, а также установить тепловизоры для желающих определить повышение температуры тела Для помощи пожилым и маломобильным гражданам на время возможного распространения коронавируса ОНФ по Дагестану открыл специальный штаб Волонтеры купят нуждающимся необходимые продукты, лекарства и товары первой необходимости Для этого будет достаточно позвонить по телефону круглосуточной горячей линии 8 800 234 11 и оставить заявку Пока добровольцы выезжают только к пожилым людям старше 65 лет и маломобильным гражданам Остальным будет оказана консультативная, психологическая и юридическая помощь И к другим темам За деньги, выданные на рождение первенца, жители столицы республики смогут купить лишь 13,2 квадратных метров жилплощади На большая маткапитала в 466 тысяч рублей не хватит Об этом свидетельствуют данные исследований РБК Но и это куда больше по сравнению со столицей России В Москве с такой суммой можно рассчитывать всего на 3,5 квадрата жилья При этом больше всего могут себе позволить жители Челябинска почти 17 квадратных метров И Саратова почти 16 На этой неделе повестка была насыщена муниципальными новостями Ноги, увы, со знаком минус Завели уголовное дело на главу советского района Махачкалы Похрудина Залибекова Следователи заподозрили его в хищении бюджетных средств Два месяца под стражей проводит глава Ахтынского района Дагестана Советский районный суд Махачкалы арестовал чиновника до предъявления обвинений Абул Керимов был задержан 6 марта по подозрению в превышении должностными полномочиями По данным следствия он продал земельный участок стоимостью в 3 миллиона рублей всего за 27 тысяч А временно исполняющим обязанности мэра дагестанских огней был назначен Джалалдин Алерзаев Руководитель администрации главы и правительства Дагестана Владимир Иванов Представил его коллективу администрации города Ранее Алерзаев работал заместителем главы Дербента по вопросам безопасности Отметим, с 2015 года мэром Дагогней был Зейдул Агашимов Однако после резкой критики главы региона в адрес городоначальника Агашимов сложил полномочия по собственному желанию Незадолго до этого глава Дагестана анонсировал смену главы муниципалитета На совещании в ситуационном центре Дагестана По словам Васильева, ситуация в городе плачевная И требует принятия экстренных и кардинальных мер Развитие регионов Дагестана – проблемная тема Особенно, когда дело касается высокогорных районов Которые в силу своего положения удалены от объектов инфраструктуры и логистических цепочек Сегодня у нас в гостях глава Гумбетовского района Республики Хаджимурад Магомедов С руководителем и по совместительству чемпионом поговорим о проблемах и путях их решения И сегодня у нас в гостях глава Гумбетовского района Республики Дагестан Хаджимурад Магомедов Вы во главе Гумбетовского района уже три года Наверняка, когда заступали, намечали какие-то планы, перспективы Что удалось сделать, с какими трудностями столкнуться, что впереди? Я хотел начать с того, как в 2017 году я пришел, летом возглавил район И основной курс был сделать все возможное, как глава Чтобы жители Гумбетовского района получили по возможности те условия необходимые Что в горах, что в основном, это дороги, это тепло, газ имеется ввиду и вода Конечно же вода Поэтому начнем, наверное, с дорог до райцентра У нас асфальт проложен, но есть другие села У нас не везде, можно сказать, что хорошие дороги Но мы активно участвуем, и Минтранс нас поддерживает И в 2019 году, и в 2018 году все эти субсидии, которые выдавались дорожным фондом Они, сельские администрации их получают, делают Ну, понятно, что, как бы, много еще вопросов впереди Но мы идем, двигаемся в этом направлении, делаем все возможное, чтобы люди получали, как бы, те условия, о чем я говорил То, что касается газа, газ уже больше 10 лет Больше 10 лет через Гумбетовский район проходит транзит на Ботлихский район Четыре газораспределителя станции у нас находятся Но, к сожалению, так получилось, что транзит там проходит, а у нас своего газа нет Но при поддержке правительства Республики Дагестан, Минсельхоза У нас в ближайшее время уже закончены подрядные работы Селения Целитли, Сивух и Мехельта Они получат в ближайшее время газ Там уже все подведено Единственное, осталось... Но это вопрос какого времени? Ну, я думаю, что в течение месяца уже там... Это совсем ближайшее будущее Да, ближайшее время, да, в течение месяца технадзор осталось там в технадзор бумаги согласовать Остальное все уже подготовлено И будет назначена дата, которая историческая дата для всех жителей Гумбетовского района, для Республики Поэтому мы готовимся к этому мероприятию Ну и то, что касается воды В прошлом году мы подавали документы, заявку по линии Минэкономики Это республиканская инвестиционная программа Чистая вода она называется И райцентр селения Мехельта Более 150 миллионов, там с учетом проектно-сметной документации они получат Сейчас идут тоже вот изыскательные работы И селение, это на этот год И селение Верхнее и Нижнее Ихо, они там тоже около 35 миллионов тоже с проектно-сметной документацией Вот получат хорошую, качественную Ну она как бы вода была, но не в том количестве, которое нужно Поэтому это тоже я считаю, что в первую очередь хочется поблагодарить руководство Республики Во главе с Владимиром Абдулевичем, который инициирует эти программы Все делает для того, чтобы, ну имеется, он как глава защищает их на федеральном уровне А потом уже, когда спускается сюда Минстрой, Минэкономики, Минсельхоз Очень много программ И вот мы, ну имеется администрация Гумбетовского района Очень активно на этот 2020-2021 год мы по линии программы устойчивого развития сельских территорий Это Минсельхоза, Министерство сельского хозяйства программа Там участвуем по многим направлениям Практически там в каждом населенном пункте Там где-то может будет капитальный ремонт Ну сейчас же средства Дорожного фонда вам оставили все Нет, Дорожного фонда, но имеется ввиду Там отдел культурные какие-то здания, которые в таком с годами запущенном состоянии Где-то дороги получают Это такая, она, все что касается сельского хозяйства Вот по этой программе мы защищаем И где-то на 2020-2021 год около 500 миллионов на 15 сельских поселений Это серьезная сумма Очень серьезная сумма Поэтому вот я недавно собирал и главы сельских администраций Где конкретно была поставлена задача Там, ну главы же должны уже на местах с землей оформлять Вот это все процесс идет И я думаю, что при поддержке Министерства сельского хозяйства мы защитим эту программу Мы надеемся на это, что будет все хорошо Ну, в этом году у нас планируется завершение Селения Новая Аргвани Школа-интернат на 250 учеников Этот интернат будет большим И с ближайших сел могут ученики, школьники приезжать, жить, учиться там Получать образование, питание, там, ну, все, что касается интерната Они будут получать на высшем уровне Это тоже благодаря руководству республики Они нам, она долго строилась, эта школа-интернат Когда я в 2017 году пришел, она как долгострой считалась И вот в 2019 году руководство республики нам выделило сумму 250 миллионов под ключ Но из-за того, что там были проблемы с тендером, с конкурсом Эта сумма была перенесена И вот очень активные подрядчики работают Каждый день, как бы, на контроле этот вопрос И я думаю, что июнь-июль месяц там тоже Ну, к сентябрю уже дети получат, как бы, новую школу, большую школу Очень хорошая, там, спортзал Ну, все, все условия получат для жителей горной местности Это будет очень хорошее образовательное учреждение А с агросектором как обстоят дела? Какие-то есть масштабные проекты? Да, у нас более 40 фермерских хозяйств Которые очень, очень активно, очень активно занимаются В основном, это мелкий рогатый скот разводят Потом, все мы знаем, что в долине у нас В Инхо, в Иголи, там, у нас сезон абрикосов Когда бывают, одни из основных поставщиков абрикосов Это жители Гумбетовского района Очень такой насыщенный урожай Ну, тоже бывают проблемы с поливной водой И мы надеемся, что Залкип Магомедович, руководство Миллиорации Республики, да, они нас тоже поддерживают И обещали включить в программу, что там вопросы были Нехватка воды, технической воды для поливной Поэтому эти вопросы тоже мы прорабатываем Она есть, но просто не в тех количествах Поэтому вот эта чистая вода программа Она тоже даст такую и питьевую воду И жители в этой долине получат очень качественную, хорошую воду Ну, вот в этом, как бы, в ключе мы двигаемся Немало сделано, много еще предстоит сделать Поэтому с оптимизмом смотрим вперед и двигаемся Ну, недавно вы как раз выступали с отчетом О проделанной работе за прошедший год Перед районным собранием, перед депутатами Отбились от наскоков некоторых народных избранников Сделано, судя по всему, действительно немало Одних налоговых поступлений у вас за год, почти 600 миллионов Что из сделанного вы вообще считаете самым значимым? Ну, на сессии районного собрания я выступал с отчетом И рассказал депутатам и всем участникам Сессии о проделанной работе Мы в сети интернет выставили это все подробно выставили Показали, что и я рассказал и о том, что сделано И о том, что предстоит нам сделать Поэтому вот как бы вот в этом ключе мы двигаемся Работаем Понятно, что оформление этих документов Для участия в проектно-смертных документациях Она тоже требует и финансов, и времени Как бы, ну, я думаю, что те сроки, которые там поставлены Для участия в этих программах, мы успеем Я еще хотел отметить, что уже практически на новой неделе Мы подрядчики закончили строительство мини-футбольного поля Селения Игали Это одно из самых больших наших селений И поэтому большое было село, а молодежи Там даже в Гундетовском районе, в малых селах есть мини-футбольные поля А вот Игали как-то получилось Ну, легендарное село Да, да, и они тоже уже получили Вот ленты будем резать на новой неделе Все уже практически там, мелкие работы остались Это тоже для молодежи, для занятий Тем более весна, чтобы они занимались Воркаут площадки устанавливаются Там по линии Минобра, по линии Минспорта Ну, очень много Сейчас вот время как бы участия республиканских федеральных программ То есть вы активно включились именно в эту работу по всем направлениям? Да, только я вижу выход Все, что для жителей сделать дороги, вода, газ Это только участие в федеральных программах Если это не будет, поэтому мне приходится часто выезжать в столицу И встречаться с министрами, с заместителем министров С дирекцией единого заказчика Ну, по профильным, как бы, Минсельхоз И вот, как бы, сидя на рабочем месте Эти программы же, они сами не придут Поэтому очень активно нужно заниматься Выезжать Ну, как раз критика глав муниципалитетов Была вызвана тем, что они не занимались Именно работой, связанной с федеральными программами И многие деньги просто проходили мимо Республики и районов в частности Как раз хотел спросить по поводу спорта Все-таки вы пришли в политику из большого спорта Как вам удалось задействовать свой ресурс Публичности, известности Для того, чтобы что-то в районе продвинуть в этом плане? Ну, то, что касается спорта Спорт для меня в жизни дал многое Это, в первую очередь, здоровье Большой круг друзей Общение, контакты И я все это стараюсь использовать Вот работая главой В основном все Многие руководители, конечно, с очень степлотой Принимают, встречают За что я им благодарен И в первую очередь Это и руководитель нашей республики Владимир Адуалевич И когда, все мы знаем, 9 мая Когда 19-го года была стихия Очень активно Он дал поручения Там МЧС Минтранс Потом МСК Тогда серьезные последствия были Очень были серьезные последствия И вот нас руководство очень сильно поддержало Было такое испытание для жителей села Особенно Нижний Яхо Ну, там и Келятли частично пострадало Верхний Яхо были там Ну, как бы, самое главное Я благодарю Всевышнего за то, что не было Человеческих жертв Ну, частично какую-то компенсацию Там по утере имущества получили Что-то из резервного мы фонда дали Ну, есть поручения у руководства республики И я думаю, что Как бы, вот Жители Яхо получат свою компенсацию тоже Это вопрос времени Ну, знаю, что у вас и молодежное крыло Хорошо развивается Вот молодежные какие-то проекты Могли бы вы озвучить, которые у вас на контроле? Ну, да, у нас При администрации есть Молодежный центр Я приходил, как возглавил сразу И дал такой хороший импульс Там около 900 тысяч в год у них бюджет У молодежного центра И, можно сказать, очень активно Этот Зубаеров Магомед возглавляет И очень активно работает И там в горах, и на низменности У нас же есть земля отгонного животноводства Где прикутанное хозяйство И вообще, где выходцы с Гумбетовского района Очень много мероприятий они проводят И спортивные, и духовно-нравственные Патриотические Собирают Ну, мы в сетях это очень активно выставляем Поэтому молодежи Я очень довольна И любые поручения, которые я даю Там, начиная от экологического Где там сбор, там, субботник Сбор мусора До каких-то проведений мероприятия Он очень активно Они, молодежь, готова Быть рядом с главой И много чего снимать вопросов За что я и благодарен Ну, впереди у нас главный праздник Юбилей Великой Победы Я думаю, что в Гумбетовском районе Будет тоже активно отвечаться Потому что у вас в районе Очень много ветеранов И я знаю, что ваш дед тоже воевал И, по-моему, встретил войну на границе А дошел до Берлина То есть человек уникальной судьбы Какие мероприятия запланированы? Да, у нас, ну, как и во всей стране Мы готовимся к юбилею 75-летию победы Великой Отечественной войны Поэтому 9 мая уже создан оргкомитет Который я сам возглавляю как глава И мы готовимся Будет У нас очень активно Школьники выступают с военными Патриотическими программами Ну, и концертная программа И будет приезд гостей Мы ждем всегда Ну, к сожалению, у нас в прошлом году Скончался последний Который живой был Ветеран Великой Отечественной войны Ну, есть труженики тыла Которые мы тоже будем приглашать И чествовать Чествовать, конечно, обязательно Вот вы отметили моего деда На самом деле я горжусь То, что у меня дед Мой дедушка со своим молодым Призвался в армию И в финскую кампанию Еще попал в 1939 году Там он, как бы, вот Тоже в тяжелых условиях Там он рассказывал Лютая зима была К сожалению, были потери Там со стороны наших войск Ну, там переломили И, как бы, потом уже в 1941 году Он в Великую Отечественную войну Уже даже он Там не вернулся Имеется, можно сказать Там, что-то отпуск Планировался там в отпуск И он сразу поехал Дальше воевать Ну, куда родина приказала Он поехал Поэтому я когда Часто к нему приезжал Он интересные истории рассказывал И мне было очень интересно Насколько вот до Берлина он дошел И освобождение Кёнигсберга Потом на Запад, на Украине Очень большой послужной список Он везде достойно Исполнял свой воинский долг И я горжусь, что Вот такой у меня дед Что я его внук Защитник нашего Отечества Ну, как и каждый Можно сказать Можно сказать У нас в стране Любой человек Его родственники Потому что все же шли на фронт Практически вся страна стала Тогда объединилась И дали отпор У меня тоже дед воевал Тоже освобождал Украину Может быть, они даже пересекались вместе Но ваш-то дед Это редкий случай Когда человек с первого До последнего дня войны Прошел и начал на границе И закончил Берлине Это дорогого стоит Ну, нельзя не вспомнить о том Что вы участвовали в первых Для нынешней Российской Федерации Олимпийских играх Которые она провела Под своим флагом И принесли Первое золото В вольной борьбе Дагестанец Новой России Какие воспоминания о тех днях? Как часто вспоминаете об этом? Ну, я, да Уже время тоже Там почти В этом году уже 24 года будет Как говорится Много воды Уже как бы прошло Очень хорошие воспоминания Мне было тогда 22 года Я гордился Что представляю нашу великую страну Россию На таких ответственных соревнованиях Можно сказать, и молодой был Относительно Ну, у нас еще был Айсар сойти Он на год младше был Он 74 Я 82 Тогда 10 весовых категорий было И мы готовились Как мы знаем Олимпийская Вольная борьба По программе Олимпийских игр Бывает в конце Поэтому Открытие мы смотрели Кисловодский Заключительный был сбор На Кисловодской базе Мы смотрели по телевизору Гордились Смотрели Болели за каждую медаль Потому что Каждое Любое достоинство Медаль Это копилка Общую Нашу Матушку Россию Поэтому Каждый Настраивался Ну Я не скажу Что я там ехал Добывать золото Просто я понимал Такой шанс Может быть И один раз жизни Может выпасть Поэтому Вы стали открытием Тогда, насколько я помню Вы же фаворитом не были Нет, я фаворитом не был Кто-то там пресса писала Темная лошадка Как бы не ожидали Может быть Это и на пользу То, что как бы Может Ну, когда не знают Спортсмены Еще не изучены Там Бывают вопросы Но Ехал Чтобы потом Не пожалеть Думаю Надо сделать Все возможное Использовать шанс Использовать шанс Нужно выложиться Потому что И проиграть можно По-разному Можно проиграть так Что тебя Там Унесли оттуда Чтобы ты выложился И А бывает Что проиграет человек И там Чуть ли там И спотеть не успеет Так поэтому Все ждали Вся страна болела Особенно Дагестан У нас 16 лет Был как бы Перерыв такой После Московской Олимпиады 80-го года И вот Все ждали Три наших представителя Была ответственность Было давление Психологическое Ну Я не скажу Что там Любой спортсмен Мало-мальский Ну даже Человек Который Очень много Достиг побед Что у него Нет спортивного Волнения Такого нет Это же человек У каждого человека Просто надо Уметь преодолеть Победил Очень тяжелая Была схватка С южнокорейцем Там Потом Журналисты Интервью Когда брали Они говорят А вы знаете Что президент Компании Самсунг Тогда Самсунг Был вообще Спонсором Всего Международного Олимпийского Комитета А то Что корейская Команда Там Особенно Была поддержка Что он Там Какие-то Премиальные Вначале Сказали Три миллиона За золото Обещал В этой схватке Победить Потом Говорили Миллион Я говорю Ну я Английский язык Тоже Я говорю Я не знаю И во время Схватки Я был сконцентрирован И там В овертайме На последних Секундах Я вырвал Победный бал И так 2-1 Победил А то Что касается Об этом Я не знал Ну потом Это Там Спортэкспресс Как бы Журналисты Видимо Узнали Написали Что Там Статья Хаджимурат Магомедов Сэкономил Три миллиона Долларов Компании Самсунг Как бы Такие Ну Когда Приехал Конечно Я увидел Сколько Насколько В Дагестане Меня ждали Там Очень большое Количество Людей Потом Мы поехали На площадь Вся дорога От аэропорта До Потом Я когда видео смотрел До Махачкалы Было Ну Очень много Людей Захотелось Приехать Поддержать Увидеть Меня Я очень Благодарен Дагестанцам Россиянам Которые Искренне Болели Это был Большой успех После такого Перерыва И наша команда Вообще В общем Командам Зачете Тогда Второе Место Взяла Да Все это Понимаешь Когда ты стоишь На педестале Когда звучит Ким Твоей Страны Россия И ты Гордишься Что ты Такой Маленький Человек И такая Капля в море И вот Все стоят И ты Гордишься Что твой То что Каждый пот Который ты С детства Пролил Это все Вылилось В такую Олимпийскую Медаль Поэтому Это не только Моя победа Это победа Моих Тренеров Моих Ребят С кем Я в зале Тренировался Всех Болельщиков Федерации Борьбы И России Дагестана Минспорта Очень Поэтому Можно сказать Вот там Один Хаджим Ратмагин Но за этим Стоит Тяжелейший Огромный Труд И В том числе Без поддержки Государства Это невозможно Начиная С юношеского Спорта Где ты Делаешь Первые шаги Я помню Нас когда в зале Тренер собирал Человек 30 групп У нас Мы тренировались И он говорил До взрослого В взрослой борьбе Обычно Максимум Один Два Человек И каждый Друг на друга Смотрел Думал Кто же это Из этих Один Два Человек Из такого Большого Количества Начинают Заняться Уходят Но кто-то Выбирает Свою Профессию Ну Мне Видимо Было Суждено По Воле Всевышнего Ити до Конца И Хвалу Всевышнему За то Что Заложен Был Вот этот И терпение Там Конечно Нужно Терпение Вот это Все Качества Они Через Спорт Через Эти Жернова Когда Проходишь Конечно Тебе Это В жизни Бывает Легче Преодолевать Вот эти Испытания Трудности Спасибо Спасибо Ну И В завершении Наверное Планах И в районе И спортивных Планах Какие главные Задачи Намечаете На ближайшее Время Ну Вот Как я Озвучил Мы будем Вот Если мы Эти программы Защитим 2021 22 Год Практически Каждое Сельское Поселение У нас В районе Получит И Дороги Воду Потихоньку До 24 Года Вообще Газпром Нам обещает Закрыть программу В каждом Сельском Поселении Будет Газ Полностью Охвачено Да Вот Руководство Газпрома Вот Мы Они Нам Написали Что До 24 Года Полностью Программа В Гомбетовском Районе Поэтому Мы Вот И Эта работа Идет И уже От Михельта Вниз На Таратана И еще Идут Изыскательные Работы Как Эта труба Пойдет Поэтому С уверенностью Можно сказать Что В ближайшее Время Гомбетовцы Уже Зимой Будут Топить Газом Будет Тепло Подаваться Газом Спасибо Успехов Вам Вам Тоже Спасибо Вам Мурат И Всему Коллективу ННТ За то Что Приглашаете Освещаете Очень Благодарны Спасибо Грядет Юбилей Великой Победы Ветераны Великой Отечественной Живая память О самой значимой Дате В истории Нашей страны Каждый из них Прошел нелегкий Путь Жертвуя собой Ради будущих Мирных дней Для жизни Последующих поколений Юрий Сытов Празднует В эти дни Свой юбилей Ему Исполнилось 95 Поздравить Фронтовика Пришли Представители Власти Военные Студенты Абдулла Алиев С подробностями Вот так В торжественной Обстановке Принимает Поздравления Ветеран Сегодня у него В гостях Бойцы Росгвардии И молодые волонтеры Студенты Из разных Сузов И вузов Республики Под окнами Юрия Михайловича Персонально Для него Был организован Целый Мини-концерт Поздравить Солдата Победы Прибыл И министр По национальной Политике И делам Религии Республики Дагестан Энрик Муслимов В ходе беседы Глава ведомства Заверил ветерана Что представителями Власти Делается все Необходимое Чтобы память О Великой Победе Никогда не угасла Нет Мы не дадим Это забыть Потому что Сегодня в Республике Тоже огромное Количество мероприятий Посвященное 75-летию Проходят Есть указ Главы Владимира Владимировича Васильева Он наш Сегодня глава Офицер Генерал Поэтому при наличии Таких людей Тоже При такой организации Никто не даст Забыть Тем более уже Мы В виде поправок Сегодня вносим В Конституцию Российской Федерации Вот О сохранении памяти О том Что Знали Что это такое Ветеран В свою очередь Выразил славу благодарности За столь теплое поздравление И дал небольшое наставление Молодежи Учиться Учиться Как раз Учитель Денин И еще раз учиться Иметь Обязательную Специальность Любить Свой народ Родину Мать Отца Быть храмным Умным Честным И идти вперед Проторенной Хорошей дорожкой Которую вы уберете А остальное Все приложится Главное Быть человеком Оставаться Юрий Сытов Родился В 1925 году В городе Астрахани А в 1933 году Переехал с родителями В Дагестан Уйдя на фронт Яваре 1943 года Юрий Михайлович В составе Зенита артиллерийского полка Принимал участие В боях На территории Белоруссии И дошел До Восточной Пруссии За мужество Проявленной Борьбе С врагом Награжден Орденом Отечественной Войны Второй степени И медалью За победу Над Германией На фоне бушующей В мире Пандемии Коронавируса Практически все Страны Столкнулись С потребительским Переполохом Люди Стоят В длинных Очередях За продуктами Питания И предметами Гигиены Волна паники Дошла и до России Штурма Супермаркетов Пока не наблюдается Но первые Звонки О дефиците Некоторых товаров Уже есть Как обстоят Дела в нашей Республике Узнавал Азумруд Гамидова С начала Недели Даже в самых благополучных Странах мира Объявили режим Чрезвычайной ситуации В связи с эпидемией Коронавируса Из-за опасения Остаться без продукта Во время закрытия Ресторанов И точек общепита Народ кинулся Скупать продукты Питания Про запас Не стал исключением И Дагестан Так жители Хасавюрта Начали массово Скупать на рынках Товары длительного Хранения В основном Это мука Гречка И макароны В сети Распространяется Видео Как люди закупают Продукты впрок А полки Угрожающие Пустеют Все это вызывает Беспокойство У населения Боясь оставить Семьи без еды Люди приступают К штурму магазинов Но мнения владельцев Торговых точек По этому поводу Разделились Ничего я не замечаю Вот здесь Не знаю Это наверное Слухи такие Еще пока Здесь нет В Махачкале Специально Закупают Эти продукты Для чего Запасы делают Люди На макароны Рис Гречка Увеличился И на масло И на муку Основное А остальное Все как Последневно Так что идет А когда вот это началось Когда вы это заметили Уже сегодня третий день Мешками закупаются Закупаются Я не знаю Почему Что это Это во все А на цене Как-то отразилось Нам уже Привозят товар Чем мы отпускаем Дороже В то же время Кого-то Такие разговоры Просто смешат Люди считают Что паника Специально нагнетается Гречка Мука И сахар Присутствуют На столичном рынке В достаточном количестве И паники Со стороны покупателей Как выяснилось Не наблюдается На всю жизнь Не запасешься Во-первых А во-вторых Нам хранить негде И покупать мешками И тазиками И ведрами Зачем? Зачем? Если мы умрем Уже умрем Голодными Не голодными Сытыми Ерунда все Это брехня А вы не делаете Запасы? Нет Почему? А зачем мне запасы делать? Я ни во что не верю Вот в эту прессу Которая сейчас В интернете и везде Я ни во что не верю Это специально Делают ажиотаж Чтобы быстрее Расхватали Просроченные Все лежит Никто не покупает Чтобы расхватали Все А потом еще Привезли Карантин Это ерунда Все Это разговоры Чтобы разбирали Все Вирус Ну и что Что вирус Обыкновенный Грипп Чиновники уверяют Поводов для паники Нет Еды хватит на всех И кризиса Не предвидится В связи с этим Покупать продукты Впрок Не имеет смысла С обеспечением Продовольства Нашей республики Никаких проблем Нет на сегодняшний день И не ожидается Это Такое заявление Мы сделали После того Как изучили Ситуацию Которая у нас Сложилась Мы сегодня Посетили Сеть магазин Их-6 магазин На территории Города Махачкалы Зеленое яблоко Со слов Директора Этого предприятия Практически Повышения Ценей не было И спрессов В случае чего Дагестане будет голодать Мы этого не допустим Например Необоснованного Повышения Ценей не должно быть И соответствующие Органы Государственной власти Которые должны Урегулировать Это Не допускать Такого Поэтому Я призываю К наших граждан К благоразумию Спокойствию Впрочем Определенный повод Для волнения У дагестанцев Все же есть Например Практически Ни в одной Столичной аптеке Не осталось Одноразовых Медицинских масок Антисептиков Для рук тоже Когда эти средства Профилактики и защиты От коронавируса Появятся в продаже Сказать Никто не может Нет Свободные продажи есть Но сейчас закончились К сожалению Тем временем Минздрав сообщает Что в Дагестане Не зарегистрировано Ни одного Случая заражения Коронавирусом В республике Применяются Все возможные меры По защите населения Отменены все Массовые мероприятия В школах Введен карантин А для защиты От вируса Врачи советуют Ограничить контакты Соблюдать личную гигиену И не поддаваться панике Зумруд Гамидова Мусас Алгиреев Телеканал ННТ Махачкала Обесценивание Национальной валюты Продуктовый дефицит И новая эпидемия Падение цен на нефть И паралич мировой экономики Связанной с коронавирусом Стали для мира Серьезными вызовами Определенности Пока нет ни в чем Делать прогнозы В такой ситуации Очень сложно Что думают По этому поводу Махачкалинцы Узнавали наши корреспонденты Прогнозы для курса рубля Пока не радужные А страх перед вирусом Наводит смятение В умах людей Дагестанцы не остались В стороне от паники Которой охвачен мир Давайте узнаем В какой степени Коснулась их Эта ситуация И что думают Об этом Сами жители города Пока я не чувствую Какой-то Паники охватившую нас Да, да, да Я к этому Все-таки отношусь Более-менее спокойно Конечно Очень сильно переживаю За детей За внуков Не боимся Живем в моменте А вы? Нет Абсолютно Что это даст Паниковать Здесь, наверное, нужно Все-таки Не паниковать А все вместе Собраться В общем, вы настроены Оптимистически Ну, а по-другому И нельзя И призываю всех Тоже настраиваться Оптимистически Сложно Но сложности Надо преодолевать Как в личном плане Так и сообщать вместе Боитесь, что Дойдет все-таки До нас Нет, я не боюсь А почему я должна Бояться В наших силах Мы что можем делать Это есть правительство Есть голова Нашим Пусть решают Да, пусть решают Они Меня не боят Я не боюсь Почему? А что будет То будет А что Бог Задумает То и будет Вас не волнует? Это все искусственно Пройдет Как вот грипп проходит Так и пройдет Пенсии все равно получаю Не боюсь А, черт с ним Этот Доллар Никому не нужен И вещь Понимаете Вы Радуйтесь Своими деньгами Которые вы получаете 20 тысяч Я пенсию получаю А эпидемия? Ерунда Хуже еще было Было время Это тоже пройдет Что было Видали Что будет Увидим Не боимся А вы? Нет Тоже нет Просто Сами народ Просто Сами паники создают Из запроса Понятно Что люди Конечно Обеспокоены Сложившейся ситуацией Но страхом И паникой Охвачены Гораздо меньше К тому же Многие скептически Относятся К информации Которая идет В массы Через соцсети Дезинфекцию Перед пятничным Богослужением Провели в центральной Джума мечети столицы По всей территории Было проведено Опрыскивание Специальным раствором Связано это С угрозой Распространения Новой инфекции А пятничный намаз В этот раз Никто не отменял Верующие столицы Прибыли в мечеть На коллективный Джума намаз Который прошел На этот раз В немного укороченной форме Также В ходе пятничной молитвы Перед прихожанами Выступили Представители власти Министр по национальной политике И делам религии Дагестана Энрик Муслимов И замминистра здравоохранения Республики Салман Ахмедов Подробнее Расскажут наши корреспонденты Мы находимся На территории Центральной Джума мечети Города Махачкалы Здесь сейчас проводится Тотальная дезинфекция Всего помещения И омовительных комплексов Специальным веществом Обрабатываются Дверные ручки Перила Водопроводные краны Все то С чем могут контактировать люди Также Дезинфицирующим средством Опрыскивается Первый и второй этаж мечети У каждого входа Установлены специальные устройства С помощью которых Прихожане В целях профилактики Смогут дезинфицировать руки В омовительном комплексе Полностью заменено Обычное мыло На бактерицидное Но это не все Теперь прихожане Мечети В случае недомогания Смогут Здесь же проверить Состояние температуры С помощью специальных Тепловизоров Которые будут находиться На территории мечети Все это проводится С целью профилактики Заражения коронавирусом Прихожанами мечети Мы с вами знаем По всей России Идет у людей Паника Что Распространяется Коронавирус Хотел бы Всех наших Прихожан И горожан Успокоить Что у нас Соблюдены Все меры Безопасности Дезинфицировано И внутри мечети С утра была Дезинфекция Внутри мечети И прилегающей территории Омовительных комплексах И для этого Все меры Безопасности Соблюдены Напомню Что вспышка Инфекции Произошла В декабре Прошлого года В Китае По последним данным Насчитывается Более 200 тысяч Зараженных Во всем мире Из них Более 100 Выявлено В России В Дагестане Нет пока Официального Подтверждения О случаях Заражения Вирусом Тем не менее Предпринимаются Всевозможные Меры По предотвращению Распространения Этой болезни Невзирая на сложившуюся Ситуацию В мире Верующие Республики В обычном порядке Прибыли На обязательный Коллективный Намаз Перед ними Выступили Представители Власти Они призвали Граждан избегать Местоскопления Большого количества Людей И соблюдать Правила Гигиены А также Заверили Что в Республике Принимаются Все меры Безопасности Для предотвращения Возникновения Эпидемии В регионе Основания Для паники Нет Принимаются Меры Для того Чтобы исключить Возможность Максимум Возможного Для того Чтобы люди Соприкасались Друг с другом По массовым мероприятиям Местах Массового Скопления Людей Это Только с одной Целью Еще раз Повторюсь О том Чтобы Значит Здоровье Людей Было На первом Месте В Республике Все органы Управления Знают Что нужно Делать В таких Ситуациях Побольше Побывать На свежем Воздухе Проветривать Соответственно Комещение И самое главное Соблюдать Личную Гигиену Вот это То что Мы просим Я очень Благодарен От имени Министра Здравоохранительского Что это выразит Мухтеат Республики Совместно С нашей Жумой Мечетью Проводят Очень большую Профилактическую Работу Собитально Просвитительную Работу Хотя это Пункции Нашего Ведомства Отметим Что подобные Обращения Представителей Власти Были организованы Во всех Муниципалитетах Республики Также имамам Центральной Жумой Мечети Столицы Республики Было отмечено Что до совершения Коллективных Намазов Были предприняты Все меры Предосторожности И поводов Для опасений Нет Все меры Предосторожности Все соблюдены И нету Для этого Никакого Повода Уважаемый Джамат Чтобы Переживать Или Для этого Какую-то Панику Сеет Все могут Также Прихожане Приходить Однако Учитывая режим Повышенной готовности Объявленный В республике Пятничное Богослужение Прошло В укороченной Форме Во всех Мечетях Дагестана Отметим Что ранее Мечетях Республики Были проведены Работы По дезинфекции Абдулла О них мало знают Но и значение В жизни общества Очень велико На неделе Во всем мире Отмечался День социальной работы Соцработники Помогают пожилым И одиноким людям Инвалидам И тем Кто в силу обстоятельств Оказался в трудной Жизненной ситуации Героиня нашего Следующего сюжета Шахрузат Берцинаева Она обслуживает До 12 подопечных Ежедневно Алина Багилова Пообщалась С представительностью Благородной профессии Работник социальной службы Шахрузат Берцинаева Одна из немногих Кто часто посещает Дома одиноких пенсионеров Нуждающихся В особом внимании У Хабсата Она частый гость Приходит 2-3 раза в неделю Постоянно бывает С ней на связи Дети и внуки Женщину навещают Но у каждого Свои повседневные Дела и заботы А муж умер молодым Поэтому Социальный работник Для бабушки Хабсат Почти как член семьи И продукты Принесет И про здоровье Спросит И чай выпьет С удовольствием Побеседует И выслушает Каждый из них Есть свои болячки Есть свои проблемы Конечно Когда приходим Мы стараемся Как-то морально Их поддержать Стараемся Делать так Чтобы им было Более комфортно С нами Работать Социальную службу Шахрузат Пришла 4 года назад Всего она Обслуживает 12 подопечных И каждому Надо что-то купить Оплатить Помочь Поменять Лампочку Сделать Уборку Приготовить Кушать К тому же Для большинства Из них Она практически Единственный Собеседник Пилососит Вытирает Когда что нужно Она в магазине Покупает Она хорошая Очень хорошая Я довольная Очень Она всегда приходит Всегда помогает Я довольная Очень Спасибо Государству Что такие люди Дают ухаживать За старушками У каждого из них Своя проблема Своя боль Зачастую Приходится делать И для стариков И то Что не входит В так называемой Перечень услуг Главное Иметь доброе сердце И способность Сострадать Она и стихи Может сочинять Серьезно Говорить Петь Да У нее есть Такие таланты Очень любит Чистоту Бабушка делится Что скучать Не приходится Хапсат В свободное время И книги читает И даже стихи Пишет На своем Родном языке Алина Багила Нурмагомед Магомедов Телеканал ННТ Махачкала Сборная Республики Дагестан По тайскому боксу Не боится Вирусной угрозы И не отменила Учебно-тренировочные сборы Продолжая подготовку Но уже не к чемпионату России Который отменен По причине Превентивных мер А к предстоящим Профессиональным боям Которые пройдут В городе Екатеринбурге Камиль Девятов Подробнее Давай встали Время Приготовились Время Давай работаем Под руководством Старшего тренера Сборной Ахмеда Алиханова Тайские боксеры Тренируются Два раза в день Несмотря на то Что все официальные Соревнования Отменены От чемпионата России Который должен был Пройти в городе Сочи Перенесен на неопределенный срок Спортсмены Не сбавляют оборотов Тренировки По улучшению навыков Идут полным ходом Молодая сборная Очень хорошие ребята Кого-то выделяют Именно не хочу Есть Гадим Иджида У нас Который как раз На профбой готовится Вот его бы хотел Выделить Как чемпиона мира А остальные Молодые Очень перспективные ребята Они покажут себя И заявят о себе На мировых ходах Не только чемпионат России По тайскому боксу И по боксу Вот здесь и боксеры С нами на сборах И по борьбе И по всем видам спорта Перенесли соревнования На неопределенный срок В связи с этим коронавирусом Большая ажиотаж Гаджи Меджидов Уже в эту субботу Выступит в Екатеринбурге Против Владимира Дегтярева Ранее спортсмены Встречались на любительском ринге Встретился в финале На чемпионате России Был тоже В Москве проходил В 2016 году Там я в финале Короче Ну вышел разбит Весь был травмирован Тоже Я сам тоже недавно занимался Ну Большие годы всего лишь И так поиграл по очкам А сейчас ты это настроил? Сейчас настроил на победу Конечно К тренировочному процессу Сборной Дагестана Присоединился И Аллахвирди Рамазанов Боец и чемпион Лиги One Championship Его бой в азиатском промоушене Также отменен По причине коронавируса Но боец не перестает Тренироваться И продолжает Свою подготовку У себя на родине Бой перенесли на неопределенный срок Еще точно не сказали Я сразу вернулся В Дагестан И Насчет боя Так не расстроился У меня все происходит У меня все Получается К лучшему Иншаллах И Сейчас я приехал домой И у нас здесь В Дагестане Проходят сборы Сборная Дагестана И я решил Помочь команде Поучаствовать с ними На сборы Потренироваться вместе И вот Сегодня мы На берегу моря На тренировках Несмотря на тяжелые нагрузки Личные тренера Уделяют время Оттачиванию Технического И тактического Арсенала Со своими подопечными Камиль Девятов Магомед Магомедов Телеканал ННТ Махачкала Ничто так сильно Не объединяет людей Как совместное участие В благом деле Делегация из Дербента Прибыла в Махачкалу На место строительства Духовного центра Имени пророка Исы Мир ему Целью визита Жителей старинного города Стало не только посещение Будущей достопримечательности Но и посадка деревьев Народной аллеи Прилегающей К духовному центру На месте событий Побывали и мои коллеги Ранним утром Жители Дербента Собрались вместе Чтобы направиться В сторону столицы К месту строительства Духовного центра Имени пророка Исы Мир ему Десятки машин С сотнями людей Выехали из города С одной благой целью Внести свой вклад В облагораживание территории Вокруг будущей Духовной жемчужины Республики И вот она Долгожданная делегация Из Дербентского района Сегодня они прибыли В огромном количестве Их главная цель приезда Посадить деревья На территории Духовного центра Оставить свой след В истории Возведения этого центра В части возглавивших Делегацию южан Сам мэр Дербента Хизри Абакаров Известные религиозные Общественные деятели И простые граждане Древнего города Для посадки Они выбрали лучший вид деревьев Три вечно зеленые магнолии Которые теперь Благодаря инициативе дербенцев Будут красоваться На территории будущей аллеи Прилегающей к духовному центру Созидательный труд И благая цель Объединяют всех Старшее и молодое поколение Представители разных профессий И слоёв общества Посадив деревья Значимым для дагестанца Вместе Люди оставляют наследство Своим потомкам Не только тенистую аллею Но и пример благих поступков По-моему, впервые мы собрались Когда все вместе объединились И сажаем зерно Которое принесет свои плоды Сегодня мы посадили дерево Вы видите, оно уже зеленое Это значит, наконец-то Все мы вместе Начинаем объединяться И что-то для города Для Дагестана Делать хорошее Мы очень рады, что мы в этом участвуем И все дербенцы Потому что одно из этих деревьев Называется Именно В честь всех жителей Дербента Мы будем приезжать Будем смотреть Но чем больше таких акций будет По всему Дагестану Это нас Всех дагестанцев будет объединять Как ранее было сказано Надеемся, что Это будет причиной Нашего сближения Увеличения любви друг к другу Переживания друг за друга И в дальнейшем Это только то, что мы сегодня посадили А дальше В дальнейшем Иншалам Мы плоды этого увидим И плоды увидим Не только тех деревьев Которые мы посадили Увидим плоды Того братства и сближения О котором сегодня ранее говорилось Далее традиционное фото на память А также ставшее уже не менее традиционным Дружное произнесение Лозунга Духовного Центра Давайте вместе Строим Духовный Центр Отметим, что Одно из деревьев Было посажено В честь подвижника Пророка Мухаммада Миром и Благословения Похороненных на Дербинском Кладбище Кирхляр Главная цель приезда Выполнена Деревья посадили Но на этом Все не закончилось Сейчас Вся делегация Направляется На место проведения Специального торжественного мероприятия Мероприятие проходило Внутри будущей мечети Имени Пророка Мухаммада Миром и Благословения Всевышнего В торжественной обстановке Всем, кто причастен к этой акции Были вручены Специальные сертификаты Очень радостный день Для дербинцев Почему? Потому что По прошествии 14 веков Дербинцы Не забыли Славных Сподвижников Пророка Салаллаху Которые донесли Для нас Свет истины Свет ислама И через Тысячелетия Мы сегодня решили За упокой Их души За их Память Сподвижников Пророка Посадить деревья В этом плане Дербинцы Готовились Усердно Каждый, кто смог Внес свою лифту В это благородное дело И сегодня Вот с такой Дружной делегацией Приехали сюда Мы знаем Сажать деревья Сунна Пророка Салаллаху И все жители Дербинца Сегодня Сплотились Приехали сюда Чтобы оживить Эту сунну Поучаствовать В этой акции Посадки деревьев На народной аллее И я думаю Еще более Что важно То, что Мы все Дербинцы Объединились И приехали сюда Мероприятие Сопровождалось Исполнением Нашидов Была также Проведена викторина На знание Истории Дербинца Для жителей Древнего города Этот день Стал настоящим Праздником Сегодня очень важный день Знаменательный день Пришли на такое Святое место Посадить деревья Внесли свой Небольшой вклад В строительство Мечети Очень вдохновлен Тем, что я здесь Присутствую И что Всевышний Аллах Дозволил мне Такой шанс Дал мне такой шанс Присутствовать здесь Я очень мечтал Об этом И дерево посадить И мне удалось Это сделать Участвовать В этом мероприятии Думаю, что Очень важный день Один из важных дней Наверное Еще важнее будет День открытия Надеюсь, мы этот день Тоже увидим Очень рады Что нам тоже Такой день выпал Что мы тоже Посадили дерево День выдался Насыщенным Дербинцы побывали На месте строительства Объекта Который в будущем Будет одной из главных Достопримечательностей Республики Несомненно Дербинцы Как и многие другие Жители Дагестана Став сопричастными К этому градиозному Событию Теперь навсегда Сохранят этот день Своей памяти Абдулла Алиймуса Салгиреев Телеканал ННТ Махачкала И это главное Чем запомнилась нам Эта неделя До встречи В следующее воскресенье Удачи вам, друзья Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин